В прямом эфире новости в студии Светлана Федадеева. Здравствуйте. И вот о чем я и мои коллеги расскажем в этом выпуске. И услышать свой голос в прямом эфире радио Севастополь FM. Единственное в городе радио Севастополь FM может закрыться из-за сокращения финансирования государственного медиахолдинга. Смогут ли сотрудники удержать вещание на прежнем уровне в таких условиях? Не надо никаких там концертных площадок устраивать и прочего. Жители северной стороны обсуждают благоустройство парковой зоны в районе бухты Матюшенко. Каким видят новое место отдыха горожане? Внимание! Марш! Найти все контрольные пункты и пройти трассу быстрее всех в Севастополе прошли соревнования по спортивному ориентированию на призы Деда Мороза. Более 70 тысяч жителей Севастополя получат январьскую пенсию досрочно перед новогодними праздниками. Это связано с графиком работы банков. 28 и 29 декабря средства поступят на карточки граждан, которые получают выплаты ежемесячно с 4 по 22 число. А те, кто получают пенсию на дому или в отделениях почты, выплаты начислят с 4 по 23 января. То есть досрочно пенсию получат только те, кому начисляют ее на банковские карты. А прием заявлений на выдачу единой городской карты Севастополя льготникам начнут во всех многофункциональных центрах с 9 января. Об этом сообщила директор городского МФЦ Светлана Ткаченко. Отделение по проспекту генерала Острякова, 15 полностью перейдет на работу в этом направлении. В остальных центрах услугу предоставят в одном окне. Записаться на подачу заявления можно будет через колл-центр или официальный сайт МФЦ. Напомним, сейчас заявки на выдачу единых городских карт льготникам принимает отделение многофункционального центра по улице Вокзальной. Наш телеканал начал вещание на 21-й кнопке у всех провайдеров Севастополя и стал первым после 20 федеральных каналов, входящих в цифровые мультиплексы. Теперь вещание телеканала обязательно для распространения всеми городскими операторами связи бесплатно. Напомню, информационный канал Севастополя стал победителем конкурса на право вещать как обязательный общедоступный региональный телеканал. А вот сколько мы еще сможем вещать вопрос по примерным подсчетам, наша телерадиокомпания протянет не более 100 дней в следующем году. Ведь финансирование нам урезали до 20 миллионов рублей. Поддерживать единственный государственный медиахолдинг в Севастополе продолжают жители города. Горожане считают севастопольскую ТРК объективным источником информации. Журналистов благодарят за оперативность и профессиональную работу. И высказываются о ситуации с уничтожением нашего медиахолдинга. Я родился в этом городе. Конечно, необходимо федеральному городу свой государственный канал, который должен финансироваться. Я смотрю канал Икс и слушаю радио. Мне очень нравится. Я хочу, чтобы он продолжал работать и радовать жителей новыми новостями. Актуальные вопросы. Например, Матросский бульвар, Парк Победы. Посмотрите, что происходит на Парке Победы. И сейчас это исторический бульвар. Поэтому это телевидение Икс снимает очень хорошо, показывает правду, так как оно там, ну как бы, все происходит. И поэтому я считаю, что это телевидение, оно должно быть в этом городе и должна быть определенная сторона финансирования. В каждом городе есть государственный канал, чтобы, допустим, транслировать все события, правдивые события. Вообще нравится, как ведут канал этот. Отражают события все в городе. Ну что, ребята хорошие, корреспонденты хорошие. Из-за сокращения финансирования севастопольской телерадиокомпании может закрыться радио «Севастополь-ФМ». Это единственное местное радио, которое всего за год существования стало одним из самых популярных и находится в рейтинге почти наравне с федеральными радиостанциями. На «Севастополь-ФМ», как и в других СМИ государственного медиахолдинга, работают профессионалы высокого класса. Смогут ли они удержать вещание на прежнем уровне в таких условиях? Узнала наш корреспондент Марина Степанова. И услышать свой голос в прямом эфире радио «Севастополь-ФМ». В каждом городе нашей страны наряду с популярными федеральными радиостанциями есть и свои местные. Как «Севастополь-ФМ» с 24-часовым эфиром, городскими новостями, сообщениями о пробках и погоде с музыкой и интерактивным общением с жителями. Год назад радио возглавил Дмитрий Дорофеев. В «Севастополе» он отметил свое 15-летие в журналистике. До этого успел поработать на многих ведущих радиостанциях России, в Москве и в Иркутске. В том числе участвовал в создании новых радиостанций с нуля. В профессии я с пятого класса. Потому что я первый раз услышал радиостанцию одну и начал уже дома у себя вести эфиры, делать радио. Я занимался этим, я стремился к этому. Потом решил, что нужно пойти на журфак. Закончил журфак Иркутского государственного университета. Вместе с Дмитрием работают не просто диджеи, а журналисты-профессионалы Анна Иванова и Мария Боленская. Анна ведет дневные эфиры, а Мария – утреннее шоу. «Севастополь-ФМ» входит в состав холдинга единственной государственной телерадиокомпании в городе. Ее последовательно пытаются уничтожить парламентарий из так называемой группы «Чалова». Они запрещают журналистам ТРК присутствовать на пленарных заседаниях, а в ноябре и вовсе хотели выселить наши СМИ, которые на законных основаниях размещаются в здании ЗАГС-собрания, в том числе радищиков. Конечно, будет очень печально, если мы сейчас нажмем на кнопку «Стоп», потому что была проделана очень большая работа, и сейчас «Севастополь-ФМ» в городе набирает обороты. Мы живем жизнью города. Я, как коренной житель Севастополя, очень сердобольно, скажем так, родила, и желала, и хотела, чтобы радиостанция у города федерального значения все-таки была. Несмотря на все эти попытки сократить количество СМИ в городе, радищики строят планы на будущее. Главный ориентир по-прежнему интересы севастопольцев. Люди, ну, просто пишут нам слава, поддержки о том, что мы за вас горой. Ну, и мы, на самом деле, не делаем на этом акцент в эфире, потому что мы все-таки хотим отпраздновать Новый год и верить в то, что все будет хорошо. В ноябре единственной местной радиостанции исполнится год. Но у нее уже есть большая армия своих радиослушателей, которые сегодня, поздравляя радищиков с Новым годом, желают им победить в борьбе за будущее в медиапространстве Севастополя. И обещают свою поддержку. Марина Степанова, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Профессионалы работают и на входящем в медиахолдинг телеканале «Икс». Наш коллега, спортивный комментатор и телеведущий Владимир Мелянский получил почетный знак за заслуги в развитии олимпийского движения в России. Мэтр спортивной журналистики, как его называют коллеги в нашем городе и за его пределами, получил награду, которая подписана четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию, президентом Олимпийского комитета России Станиславом Позняковым. От Олимпийского комитета России вручили впервые у нас в городе знак за заслуги в олимпийском движении России. И отметим, что его номер 4336. Это значит не более 4,5 тысяч спортсменов, руководителей спорта, тренеров награждены таким знаком. Считаю, что это за заслуги, за пропаганду олимпийского движения, как в Севастополе, как в Крыму, так и в России. И почти во всех регионах России я проводил различные спортивные мероприятия. Но, конечно, самое главное – это виды спорта олимпийские. Как обустроить парковую зону в районе бухты Матюшенко, обсудили жители северной стороны Севастополя. Идеями поделились с представителями научно-исследовательского института архитектуры и градостроительства. Напомним, недели ранее прошли публичные слушания по проекту планировки и межевания территории. Какие предложения прозвучали в этот раз и какую работу выполнят специалисты по итогам дискуссии, знает Анастасия Синица. Встречу провели в формате проектного семинара. Участники поделились на группы и заняли места за столами. Перед глазами у каждого план территории, отведенный под ландшафтный парк. На местности это чуть более 7 гектаров. Отметить на схеме нужно было все, что, по мнению горожан, должно находиться в будущей зоне отдыха. После чего каждая группа презентовала свое видение. Хотели бы, чтобы нам все-таки сохранили выход к морю. Почему? Потому что этот маленький пляжик, который сейчас на сегодняшний день там есть, он оборудован апарелью. Это получается единственная апарель, где сейчас на сегодняшний день можно людей, которые с ограниченными возможностями, их можно вывезти и они могут поплавать в море. Большинство горожан за то, чтобы парк на радиогорке прежде всего был тихим и уютным. Не надо никаких концертных площадок устраивать и прочее. Отдохнуть, покататься на велосипеде, просто пройтись, с детьми выйти, где безопасно, где нету такого количества машин. Это будет, конечно, очень здорово. Мнение и предложения жителей внимательно слушали сотрудники научно-исследовательского института архитектуры и градостроительства Севастополя. Им предстоит обработать и проанализировать информацию. Нам поручено было до этого по госзаданию разработка проекта планировки губернаторам. И сейчас при поддержке жителей мы перешли в следующую фазу. Это уже общественное задание и дальнейшее проектирование. То есть шансы у этого проекта огромные. Отчет по итогам семинара в ближайшее время опубликуют на официальном сайте научно-исследовательского института. На его основании будет составлена концепция по благоустройству ландшафтного парка. Ее обсудят на очередной встрече с горожанами. Анастасия Синица, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. Движение транспорта ограничат в нашем городе в новогодние праздники. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Севастополя. Движение всех видов транспорта, кроме общественного и автомобилей экстренных служб, запретят по участку улицы Ленина и проспекту Нахимова в новогоднюю ночь. Также движение ограничат 7 января по улицам Богданово, Челюскинцев, Большой Морской, Ленина и по проспекту Нахимова. Изменят направление одностороннего движения по улицам Суворова и Воронина в новогоднюю ночь и на Рождество. Как не заблудиться в собственном городе? Это точно знают около 400 человек, школьники и ветераны спортивного ориентирования. На Приморском бульваре Севастополя прошли традиционные предновогодние соревнования на призы Деда Мороза. Как правильно читать карту и пройти дистанцию без ошибок, выясняла Елена Карнаухова. Перед началом соревнований участники обязательно разминаются. Нужно разогреть все группы мышц и подготовиться к забегу. Сережа уже опытный спортсмен, на соревнованиях, можно сказать, практически с пеленок. Мама и дедушка парня – тренеры по спортивному ориентированию. И возили его на сборы с самого детства. Сереже всего 13 лет, а он уже стал победителем физкультурного регионального конкурса «Спортсмен года». Также в 2018-м завоевал бронзу на первенстве России. Сережа делится. В спортивном ориентировании главное не столько быстро бегать, сколько думать наперед. Лучше потратить несколько лишних секунд на изучение маршрута, а потом нагнать, чем заблудиться и петлять. Три года назад ездили на соревнования в Питер, и там я заблудился на 4 часа. Ходил в лесу, но потом нашелся. На тракторе привезли. Это незнакомая местность была, я там был первый раз. Еще быстрее спешил на финиш, чтобы хороший результат показать. И от спешки в итоге заблудился. Внимание! Марш! Участники стартуют группами. Впереди у каждого несколько километров пути по центру города. Территория для состязаний, казалось бы, небольшая. От театра имени Луначарского до летней эстрады Приморского бульвара. Но и здесь можно заблудиться и не сразу найти контрольные пункты. На соревнованиях, здесь же проходящих в мае месяце российский азимут, я заблудился в городе, здесь вот прямо у дворца пионеров, вернее у нашего аквариума, где контрольный пункт был обозначен кругляшком, но стоял не внизу под аквариумом, а наверху, нужно было подняться просто. Там я потерял 5 минут, крутился, думал, где же этот контрольный пункт. Оказалось, нужно было внимательно читать карту и легенду контрольного пункта. Карту участники получают только на старте. Каждый спортсмен оснащен специальным чипом на пальцы, который прикладывают на контрольных пунктах, а их 15. Задача найти все эти точки, но в любой последовательности участники сами выбирают маршрут. То есть это называется ориентирование по выбору. Если бы было ориентирование в заданном направлении, тогда, конечно же, участник бы двигался по заданным точкам строго в той последовательности, которую задумали организаторы. Важно не только обнаружить все контрольные пункты, но и сделать это быстрее других, а главное – без ошибок. Спортивное ориентирование развивает как физическую форму, так и учит думать и принимать взвешенные решения даже в самых трудных ситуациях. В этом году в соревнованиях на призы Деда Мороза приняли участие около 400 человек. Ежегодно спортсменов становится все больше. По традиции, Новый год принято встречать в чистом доме и с чистыми мыслями. Желательно без долгов, при этом важно не сорить деньгами. Во сколько же обойдутся покупки к праздничному столу севастопольцам, расскажет Александр Ковалева. Оливье, сродни классики, стал уже неизменной традицией новогоднего стола. По примерным расчетам, если брать в среднем на каждого третьего жителя города по 200 граммов салата, то только в праздничную ночь севастопольцы съедят порядка 250 тонн блюда. Во сколько же обойдется хозяйкам приготовление оливье? Начнем, пожалуй, с колбасы. Взвесьте мне, пожалуйста, 300 граммов докторской. С вас 187 рублей. В среднем 90 рублей за десяток яиц. Вот зеленый горошек от 50 до 65 рублей. Ну и, конечно, традиционная заправка для салата майонез 105 рублей. Нам подходит. Главный праздничный салат обошелся нам в 450 рублей. Впрочем, не оливье единым. В новогоднем наборе севастопольцев еще как минимум три традиционных блюда. Селедку под шубой, оливье, конечно же, уточку запечем, мясушка обязательно. Утку будем готовить. Естественно, селедку под шубой, ну и шампанское с мандаринами. Холодец, оливье, ну и всякие там закуски остальные. Рецептом одного из них винегрета, но особенного с хамсой поделился шеф-повар севастопольского ресторана. Отварной картофель, отварную морковь, горошек, лук. И потом будем перекладывать хамсу, соленый огурец и мусс из свеклы. Это отварная свекла пробита в блендере. Народная примета. Чем ближе к Новому году, тем выше цены на главный компонент холодца – свиные ножки. Если летом стоимость не превышает сотни рублей, то сейчас их отпускают по 240 за штуку. Торг возможен. Еще один немаловажный компонент блюда – куриный окорок – стоит около 180 рублей. А если вы планируете подать на стол соленую сельдь, то цены вас порадуют своей стабильностью. Неизменно от сезона рыба стоит около 210 рублей. А ароматные мандарины в Севастополь привозят из Турции, Грузии, Израиля и Абхазии. Продавцы советуют брать фрукты с тонкой кожицей, чтобы от праздника остались только сладкие воспоминания. Дань году свиньи. Украшение новогоднего стола с зеленью и фасолью. Но главное, конечно, не то, каким блюдом вы украстье ваш стол, а предвкушение праздника, которое оно создает. А после программы «Тема дня» на нашем телеканале премьера биографического сериала о министре культуры СССР Екатерины Фурцевой. Это история не только о сильной женщине, но и рассказ о том времени и эпохе. Смотрите в 20.00 на телеканале ИКС сериал «Фурцева. Легенда о Екатерине». И в завершении выпуска о погоде. 29 декабря в Севастополе облачно. Дождь. Температура воздуха ночью и днем от 5 до 7 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 90%. Ветер северный 5-10 метров в секунду. И на этом у меня пока все. Еще больше новостей на сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. В студии работала Светлана Федодеева. До встречи.